Телеканал КРТ представляет Был до программы Черновилля Детей Черновилля, это был пионерским лягером Даже когда происходила вьда Черновилля То есть государство Украины обратилось к Кубе В то время была СССР Обратилось к Кубе, потому что никто не хотел принимать этих детей Потому что они были зараженные Наш Фидель Кастро обратился к пионерам И спрашивал Вы знаете, есть дети Такое место, которое называется Украина И они нуждаются в лечении Но нам нужно, чтобы вы были согласны, если можно переселить их на пионерском лагере Вы согласны? Все дети Дааааа Но это было очень интересно, потому что такой президент страны Который должен попросить у пионеров, чтобы они были согласны давать это Поэтому прежде всего это было соглашение всех пионеров Переделать этот пионерский лагерь на именно лечение Это было очень важно, потому что там были созданы все-все условия для детей Это был пионерский лагерь Который, который я даже когда была в втором классе, начала ходить на это Поэтому долго они имели опыт работать с детьми Там были созданы все условия, поэтому это было очень хорошее место именно для этой программы Там даже была больница, была поликлиника И все это тогда переоборудовали там И создали все условия Самое главное, я так понимаю, это климат, который там был Потому что климат там наступил уникальный, что он очень помогает людям, которые впали под радиацию Да, особенно это врачи подбирали именно это место, потому что и тоже имеют такие лечительные условия Программа началась как раз 30 лет назад В этом году исполняется 30 лет за начало программы Детей Чернобыля Приехали первые группы И всего продолжалось Больше 21 лет Лечились дети В этой программе Всего из Украины лечились Больше 20 тысяч детей Угу Вот эти цифры сейчас мало кто помнит и мало кто знает Да Но я вам скажу, что как раз программа продлилась Самые трудные моменты Кубы Это был особый период То есть началось И пока была СССР Но два года спустя СССР не осталось У нас все Мы после распада Советского Союза Все были в очень критичном состоянии Экономики наших стран были очень сложные Но все равно, несмотря на это, программа продолжалась Бесплатно Куба давала, хотя и у нас были очень трудные ситуации Мы читали Наши государства Читали, что эти дети нуждаются в помощь И самое дорогое, что имеет одна страна Это детей Потому что это будущее Поэтому для нас детей это самое дорогое И мы решили продолжать эту программу И продолжили Ну, больше 20 лет И там из украинской стороны Был только перелет Но решили Здесь Не смогли больше поддержать Этого перелета И программа сократилась Но Куба всегда повторяет Что, конечно, мы сейчас не в состоянии Продолжить в таком безвозмездной основе Но мы можем перейти на коммерческом основе Но мы не торгуем медициной Это должны покрывать расходы Потому что в медицине, к сожалению, есть и немало их Но мы готовы говорить об этом И мы сейчас работаем над программой Разных саваливаний Особенно кожаные саваливания Которые могут быть И найдется средства Чтобы отправить детей Которые, как вы говорили Там есть как раз Такой тропический климат Климат Который позволяет именно Особенно кожаные болезни Лечиться И То есть, в принципе, потенциально Возможно еще подобные программы Только уже чуть на других условиях Но тем не менее Возможно Да А ведутся ли какие-то Переговоры в отношении Таких вот программ С украинской стороной Или нет? Ведутся Ведутся Да Разные там есть Желающих Которые сейчас У нас есть Ну, организация Которая называется Кубинские медицинские услуги Они сейчас Ну, говорят Между ними Чтобы подписать договоры Уже есть Один договор Подписан Но все равно Сейчас Прорабатываем Эти Но есть Возможности Из этих Всех Домов Которые были Раньше Сейчас В состоянии Принимать Украинских Детей Уже подготовлены Шесть Поэтому Мы готовы Принимать Конечно Сейчас Коронавирус Никто Сейчас Не собирается Конечно Открывать Эту программу Потому что Мы знаем Что нет Условия Но Как только Появляются Условия Для этого Мы Конечно Готовы Готовы